Пикетово метро, ты пройдись, не надо и авто. Возможно на сегодня будет какая-то провокация, то есть со стороны спецслужб. Вы тоже приехали на съезд партии регионов? Ни разу в жизни не употреблял и не собираюсь. А мы рады вас приветствовать на одной из самых эпатажных, ярких, провокационных вечеринок в городе Харькове, The Garden. Для кого-то это просто музыка, для кого-то это любовь, а для кого-то гармония с самим собой и окружающим миром. А что сегодня подготовили организаторы, мы узнаем прямо сейчас. И сейчас с нами рядом находится Ксюша. Мы просили ее сказать, ее творческое имя или псевдоним, но Ксюша очень простая, открытая девушка. На самом деле она является организатором этого мероприятия, и мы хотим сейчас с ней как раз пообщаться. Привет, Ксюша. Скажи, пожалуйста, как возникла идея создания этого, я даже не могу сказать, мероприятия, это, наверное, уже стиль какой-то жизни клубной в Харькове, да, возможно, даже не клубной, а просто стиль музыки. Подскажи, пожалуйста, может, мы не разбираемся. Очень просто. Ребята, самые любимые артисты Харьковской тусовочной публики, скажем так, да, то есть это Дима Мич, резидент Болеро, Опиум, Москвич, там, ну и других заведений, Саша Мариус, арт-директор Опиума, и Рома Яцет, арт-директор Болеро Патибара. Они решили объединиться и создать вечеринку, на которой они всегда будут вместе, всегда будут резидентами. Их музыка очень похожа даже не по стилистике, но вот по какому-то духу, знаешь, от нее веет каким-то такой очень современной свободой. То есть это не техно-техно, но это не диско, не такой ползучий хаос. Это такая очень особенно интересная музыка, вы ее сегодня услышите. Ребята собрались и сделали этот проект. И, пожалуйста, какая дорога привела вот сюда? Жизненная дорога, Любовь к техно, Мич, Дима Мич, Дима Мич. Известный в городе Харькове, как один из лучших диджеев. К сожалению, я еще пока не знаком с его творчеством, но мы сейчас познакомимся поближе. Дима, расскажи про себя, нашим зрителям, расскажи, чем ты известен, какое ты направление музыки выбираешь. Я харьковский диджей Дима Мич. Я безумно люблю музыку, люблю все, что с ней связано. Электронную музыку. Я приехал в Харьков из Луганской области и уже 10 лет здесь живу. Играю, кайфую, получаю удовольствие от жизни и от музыки. Скажи, пожалуйста, что сподвигло тебя начать карьеру диджея? Я попал в клуб в своем городе, это было с родителями. И многим нравится танцпол, а мне нравится быть там вверху. Я смотрел тогда, как диджей играет и думаю, боже, а как туда попасть? И вот тогда закралась уже мысль. Я помню эти первые треки, там, Дэвид Гетта, The World is Mine. Ну вот, это оттуда пошло. Скажи, на кого ты сейчас ориентируешься в мире диджей-индустрии? Ты знаешь, сейчас есть модок, это вот Соломун, там, такая вся... Ну, я его считаю очень талантливым человеком. Но, наверное, наша тусовка, это тусовка Кайн Мьюзик немецкая. Это Рампа, Адам Порт, Энд Мия и, конечно же, Супер Флю. Я большой фанат их творчества и мы и мечтаем выпустить у них трек. Скажи, пожалуйста, ты можешь назвать топ-3 диджея города Харькова? Ты знаешь, я знаю, что это такой более-менее провокационный вопрос. У нас есть у диджеев определенная такая толерантность. И у нас нет лучших. У нас есть крутые ребята и они все друзья. Не останавливайтесь, идите, несмотря ни на что. Не важно, родители говорят, иди туда работать. Не важно, друзья говорят, что это не твое. Если ты сам веришь вот здесь, что это твое, ты должен идти только вперед. Я с Чергова. То есть вы дежурная по тусовкам сегодня? Нет, не по тусовкам. Пикетово метро. Ты пройдись, не надо и авто. Я доставить, я трусно. Серега, скажи, пожалуйста, какая дорога привела тебя сюда? Ты ожидаешь ответа, что белое? Бля, не знаю, что скажешь. Зеленое, это же The Garden. Это The Garden, да? Что для тебя Garden? Три слова. Одно? Одно? Не, могу три, но только три имени. Давай. Ксюша, Канама и Мич. Сколько тебе лет? Ты уверен, что это нужно говорить? Не, мы это вырежем, не переживайте. У нас есть еще вопрос. Не, не вырезайте, мне 41 год. 41? Ни хуясь. Красавчик. Следующий вопрос. Скажи, пожалуйста, здесь присутствует на этом мероприятии общественная организация Харьков против наркотиков. Как ты к ним относишься? К наркотикам или к общественной организации? Ну да, к тем, что они сюда пришли. Я ко всем хорошо отношусь. То есть они могут заниматься этим делом нормально? Познакомишь меня с ними? Они здесь ходят, такой парень в черную... Я тебе покажу его, кстати. И что он делает? Он просто ходит, общается со своими, пропагандирует здоровый образ жизни. Покажешь ему на меня? Конечно. Окей. Здравствуйте. Привет. Вы тоже приехали на съезд партии регионов? Конечно. В ExitPol. ExitPol? Что это такое? Это организация, которая опрашивает выборцев. Выборцы? Вы голосовали? Конечно. Вы голосовали? В 18. В 18. Это какой угол голосовали? Это тайна. Это тайна. Давайте сделаем так. Мы, когда готовились к этому мероприятию, изучали, спрашивали, читали. И случайно пришла информация, что, возможно, на сегодня будет какая-то провокация. То есть со стороны спецслужб, возможно, приедут сюда с каким-то налетом. Скажи, пожалуйста, есть ли это проблемы? Приходится как-то контактировать с местной властью или с полицией, или с чем-то, чтобы не испортили праздник? И вообще, слухи это не слухи. Как ты слышала такое? Я думаю, что в любом случае это событие прецедент. Когда мы делали гарден на фабрике, первый раз, когда в этом районе, это достаточно тихий такой спокойный район, проводилось ночное громкое мероприятие. Много было переживаний по поводу полиции. С полицией совершенно спокойно мы общались. Они приезжают, говорят, что громко, мы делаем тише. Мы идем на уступку, вернее, мы все понимаем, идем на компромисс. То есть нет никакого желания лишать людей из близлежащих домов сна, или кому-то приносить дискомфорт. Что касается каких-то налетов, облетов, правоохранительные органы, на то и органы, то есть они имеют право зайти, посмотреть, я не знаю, с кем-то пообщаться. Юридически мы подкованы настолько, чтобы не дать им приносить какие-то неприятности нашим гостям. То есть за ухо кого-то таскать здесь нельзя. Мы за этим будем следить. Какова цель посещения этого мероприятия? Вот зачем ты здесь? Ну, во-первых, встреча друзей всех. Во-вторых, ребятки, которые устраивают эту вечеринку, мои друзья. Ну, естественно, поддержать. Здорово, хорошо. Скажи, тебе нравится вообще музыка? Ты кайфую, что ты кайфую? Ну, если я нахожусь здесь, то, естественно, я кайфую. Не, ну, всякое бывает, поэтому я и спрашиваю. Хорошо, ты пришла с подругами или просто так? Чисто для друзей. Чисто для друзей. То есть чисто для друзей. Ты молодец, давай пять. Ты умничка. Чисто для друзей. Ну, что, дорогие друзья, вот и подходит к концу наш выпуск, но не ночь, потому что здесь слишком охуенно, чтобы продолжать дальше снимать. Мы пойдем высеть. Да, Антон? Да, друзья, этот вечер удался, и мы желаем сука. Ну, что, дорогие друзья, вот и подходит к концу наш выпуск, но не подходит к концу эта ночь, потому что мы идем дальше висеть, потому что здесь охуенно. Да, Антон? Да, конечно, ребят. Мы классно отдохнули и будем продолжать отдыхать. И мы желаем вам научиться проводить время с пользой и отдыхать здорово и классно. Любите жизнь, любите своих друзей, отдыхайте, живите на полную катушку.